Новости на информационном канале Севастополя. Еще до недавнего времени, чтобы продукцию проверили на качество, производителям нужно было пользоваться услугами лаборатории, находящихся в других городах Крыма или на материке. Теперь большую часть исследований можно делать в единственной в городе ветеринарной лаборатории. Это современный центр, обеспеченный всем необходимым оборудованием для проведения различных исследований. Это подтверждение безопасности пищевых продуктов, которые реализуются на рынках и ярмарках выходного дня нашего города. И подтверждение безопасности грузов, поступающих на предприятия по переработке, хранению, реализации. Исследованиям здесь подвергают продукцию различного происхождения. Мясо, рыбу, мед. Специалисты говорят, работа лаборатории нужна для того, чтобы не допустить распространения у людей различных пищевых отравлений и заболеваний. Со своей стороны у производителей не остается выбора. Им необходимо следить за состоянием продуктов и обеспечивать население высококачественными товарами. Мы сейчас с вами непосредственно находимся в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, где проводятся бактериологические исследования продукции. Здесь проводятся такие исследования, как исследования на кишечную палочку, такие исследования, как на сальмонеллез, обнаружение сальмонеллы. Особенно это актуально в куриной продукции в яйце. Листериоз тоже очень актуальное такое заболевание, которое человек может заразиться. Исследуют здесь также и молочную продукцию. Качество молока помогает определить специальный анализатор «Клевер-М». Для этого всего лишь нужно взять молоко, налить его в специальную емкость, подождать, пока пройдет процесс измерения молока. И все, измерение завершено. Молоко качественное. Качество продукции, которое проходит исследование, теперь не нужно подтверждать где-либо за пределами Севастополя. У ветеринарной лаборатории теперь есть аттестат аккредитации. Он фактически подтверждает то, что лаборатория является независимым, компетентным центром испытательным. То, что исследования, которые она может проводить, их достаточно для того, чтобы поставлять продукцию даже севастопольским производителям в страны таможенного союза и иные страны. Работу ветеринарной лаборатории продемонстрировали заместителю губернатора Севастополя Владимиру Базарову. Он отметил, в рамках госпрограммы действия, которая рассчитана на 2017-2020 годы, было закуплено 20 единиц современного оборудования на сумму почти 3 миллиона рублей. Все наши производители продуктов питания, молочной продукции, мясной и прочее, могут здесь проверять свою продукцию, получать сертификат соответствия ветеринарной продукции. И это дает право продавать продукцию как на территории города Севастополя, так и за его пределами. Это очень удобно, особенно для наших фермеров, предпринимателей, для тех, кто так или иначе занимается сельским хозяйством и продает продукцию. Кроме того, в рамках госпрограммы до конца года планируется приобрести оборудование на сумму почти 5 миллионов рублей. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя. 13-й дом по улице Дыбенко был сдан в эксплуатацию в 1948-м. В середине прошлого века здесь проходили работы по внутренней перепланировке, а вот капитальный ремонт не осуществлялся ни разу. Текущие жильцы делали за свой счет, но ситуацию это не спасало. В последние годы фасад здания разрушился практически полностью. Проблема сдвинулась с мертвой точки полтора месяца назад, когда на объекте начались работы в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Сегодня фасад отреставрирован полностью. Вначале была образована зачистка фасада, ремонт штукатурки, обработка антисептиком, грунтовка основания, далее нанесение фасадного клея, армирование сеткой фасадной стеклотканной, затем еще один слой фасадного клея, далее наносилась декоративная штукатурка и окрашивалась. Это здание сейчас вот просто, как говорится, конфетка стала. Это на одно красивое здание Севастополь стал красивее, красивее. Меня, наверное, это как патриота радует. Фасад был разрушен страшно, смотреть было неприятно даже. Тем более здесь место на Химинском учреждении, здесь очень много делегаций, в том числе иностранных. Кроме того, по всему периметру здания починили отмостку, покрасили газовую трубу, в подъездах вместо деревянных окон установили металлопластиковые, а над входными дверьми закрепили козырьки. Контролировалась здесь работа заказчиком, коммерческой организацией, фондом содействия капитальному ремонту города Севастополя. Собственно, таким образом, раз, два раза в неделю приезжал технодзор, проверял качество работы, промежуточные этапы. По всем видам работ по капитальному ремонту подрядчик несет пятилетний срок гарантии и, ну, как правило, с учетом используемых материалов, я думаю, что дом выдержит гораздо дороже. В 2017-м капремонт по профильной программе уже провели в 146 многоквартирных домах. Сейчас работы ведутся на 126 объектах. В большинстве случаев меняют крыши. Задача, которую мы перед собой ставим, это до 1 октября завершить работы по крышам и по инженерным системам. Небольшой хвост по фасадам, я думаю, на октябрь может уйдет. В этом году, кроме того, у нас предусмотрено за счет субсидии бюджета города Севастополя замена 108 лифтов в 57 домах. Всего же до конца года планируют провести капитальный ремонт 450 севастопольских домов. Анастасия Синица, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. Действительным методом в борьбе с несанкционированной торговлей на территории города может стать временное изъятие товара у предпринимателей. Подобная практика уже успешно реализуется в разных регионах страны. Как отметили в Главном управлении потребительского рынка и лицензирование Севастополя, данная мера эффективнее административного протокола, поскольку приостанавливает нелегальный бизнес на неопределенный срок. Помещения для временного прониметом тискованного товара в городе уже найдены. В данный момент оформляются юридически. Договоренности с правоохранительными органами также достигнуты. Я думаю, что это буквально, ну, должны в неделю коллеги уложиться, потому что существуют разные требования у юристов правительства и юристов УВД. Существует проблема по нелицензионному алкоголю, по контрафактному алкоголю, что тоже, безусловно, должно изыматься от таких же, скажем так, в кавычках, горе-предпринимателей, которые этим занимаются. И для таких вещей мы достаточно просторное помещение предусмотрели. Во-первых, процедура занимает достаточно много времени, во-вторых, немножечко отрезвляет. Вернуть свой товар после временной конфискации предприниматель сможет только после выплаты всех штрафов. Новую социальную ярмарку планируют открыть в Севастополе в течение трех недель. Она разместится в районе 24-го дома по проспекту Октябрьской революции. Кроме того, в ближайшее время в надлежащий вид приведут ярмарки выходного дня, которые уже работают во всех районах города. Среди всего обратят внимание на соблюдение санитарных норм и границ, которые занимается торговая зона. Такое заявление суразделал начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников на встрече с предпринимателями. Он также отметил, в перспективе в городе может появиться специальная сеть торговых мест, где севастопольские фермеры смогут реализовывать собственную продукцию в регионе. Работа над проектом уже ведется в правительстве. Я дал срок на это две недели всего, на создание вот такой системы отдельной, по которой мы могли бы предоставить уже конкретные места. С коллегами мы сегодня говорили, губернатор дал задачу по 200 местам таким. 50 мест мы предварительно уже сегодня обсуждали по городу Севастополю. Нас волнует то, чтобы лук и картошка, произведенные там в 15 километрах от Севастополя, продавались в Севастополе. Стороны также обсудили создание комплексной программы развития торговли в Севастополе. Разработка документа уже занимается в Главном управлении потребительского рынка и лицензирование. По словам специалистов, программа позволит значительно упорядочить предпринимательскую деятельность на территории города. Севастополя Законность выборной процедуры будут обеспечены консультантные наблюдатели. Также будет организована работа горячей линии. По мнению экспертов общественной палаты России, НУКС его получит продолжение предпринимательских выборов, которые происходят в марте 2018 года. Как правило, всегда какие-то нарушения со стороны различных кандидатов случаются. И очень часто они происходят не специально, не в виде злостных каких-то нарушений, а часто они происходят просто случайно, в силу того, что люди не знают законодательства, или в силу того, что, может быть, агитаторы как-то неправильно работают. И мы считаем, что такие вопросы должны тоже прозрачно и открыто обсуждаться. Это были все новости. К этому часу еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте fictv.ru Телефон редакции 54-51-12 Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин